Мы с вами поговорим, друзья, об одном важном деле. Понимаем ли мы, что такое грех? Что это? Что это? Плохое дело. Нехорошее, однозначно. Что это еще? Зачернение от института. Что? Зачернение от института. Поближе подойди. Зачернение от института. Зачернение твоего сердца. Хорошее такое. Мы это делаем, и на душе темное пятно у нас появляется. Нехорошее это дело, однозначно. Это нарушение заповеди Божьей? Да. Нарушение. Нарушение заповедей о любви к Богу и нашим близким. А по-другому еще вот древние грехи придумали слово. Что грех – это попадание мимо цели. Наши грома. А грома – это то же самое, что и ошибка. Вот я сейчас буду вам, ребята, приводить примеры, а вы будете не отвечать. Это грех или нормально? Так не надо делать. Хорошо? Все внимательно слушайте. Когда мы недовольны тем, что Бог нам дает в жизни и завидуем другим людям. Когда мы сильно грустим и печалимся от неприятностей и трудностей в жизни. Задумались. Совсем? Ну, давай. Аргументируем. Позиций. Это хорошо, когда мы сильно грустим, да? Ну, мертвы очень сильные часы. Радная грусть. Разная грусть. Радость. Когда мы грустим о своих ошибках перед Богом, конечно, это правильно. А когда у нас что-то неприятное, мы отвечаем, ну, как же так, ну, почему так, сегодня такой плохой день, солнце не светит. Много я себе. И когда у кого-то что-то получается, а у тебя нет, и ты уверишь, это тоже плохо. Плохо, да? То есть, грусть из видимых причин, да и вообще грусть, это хорошо, ну что, от Бога нужно все принимать. И хорошее, и плохое, и вкусное, и невкусное, да. Хорошо. А когда мы обманываем или говорим неправду о другом человеке? Нет. Однозначно все прямо возмущение прямо ваше чувствуется. Когда мы не слушаем своих родителей или учителей в школе? Нет. Потому что первая запись была послушание, а Адам и Евы не послушались. И с этого все началось. Первая запись послушания была. Вот, когда мы злимся на других людей, даже на весь мир. Нет. Конечно нет. Когда мы обижаем, обзываемся, даже пьем ближнего своего. Греб, и нормально. Надо пить, чтобы знали, нет? Или с любовью все-таки надо стараться. Все мирно урегулировать. То есть силу лучше не применять в самых крайних случаях, когда угроза для жизни другого человека. Когда мы кушаем больше, чем нужно, и не хотим остановиться. Я вам вроде как-то там терминк рассказал. Ну плохо это или хорошо? Есть. Вкусненького побольше, сладенького побольше. Плохо? А что вы смеетесь? Если не плохо, как-то. Грех. Да? Когда мы ради удовольствия и наслаждения готовы на все. И даже злимся, когда нам не дают. Нет. Грех. Да. Грех. Грех или хорошо? Грех. Грех. Грех, конечно же. Когда мы не прощаем обиды, если кто-то нас обидел и хотим во что бы то ни стало нам поддать обидчику. Это мерзь называется. Месяц? Месяц это плохо. Месяц это плохо? Да. Очень плохо. Прощать надо или не надо? Да. Или может для профилактики не будем прощать? Нет. Простить. Простим? Потому что если мы не прощаем, то и нас тоже Бог не прощает. Если же я прощаю другим, то Бог не прощает. Я прощаю другим, чтобы Господь просил тебя с твоей совершением. Ты правильно это сказал, да? Когда мы считаем себя пупом земли и задираем нос, если вдруг по милости Божьей что-то у нас хорошо получается. Это гордость. 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 Чеславие наше, да? Нехорошие такие дела. Ладно. Не могу вас обхитрить я. когда забываем мы о Боге и не хотим Его благодарить и беседовать с Ним в молитвах посещать храм Его святой и прославлять Его тоже плохо Господа надо прославлять молиться Его и благодарить если нам что-то нужно к Нему в первую очередь мы прибегаем и просим о Его милости но вот в чем вопрос друзья почему совершать грех опасно почему грешить опасно может можно чуть-чуть погрешить нет если ты будешь грешить то ты причиняешь вред кому кто сказал себе в первую очередь себе в своей душе душу свою будешь ты становишься слугой своих плохих привычек и наклонностей если я все время ем сладкое и не могу остановиться то лет через пять я буду с кем с толстым с каешкой я стану я из-за сладкого я не могу ничего делать спокойно нервничать буду постоянно только бы поесть даже могу на других людей злиться обижать друга если много грешить то станешь другом вот этих нехороших существ не хочу произносить вот то есть мы удаляемся от бога когда грешим мы вредим своей душе мы болеем вот от этого и даже друзья а нам надо перейти к вечной жизни правильно ты замечаешь какая же тут вечная жизнь грехов да и знаете даже можно человеку от своих грехов заболеть уже настоящей болезнью вот то есть грех опасен для жизни буквально в смысле то есть мы иногда видим табличку на электросчетовой там написано не влезай убьет опасно для жизни так вот грех он опасен для жизни я уже это можно наберите в накапанный не влезай то есть не влезайте убьет грех убивает сегодняшний евангельский рассказ мы вспомним как раз да сегодня мы слушали евангельское повествование об исцелении человека расслабленного вот в овечьих пород благоупальня да называемый петезда дом милосердия там человек оказывается вот заболел вот этой болезнью расслабленностью своей от того что он решил да то есть можно даже от греха заболеть буквально и он кто внимательно слушал сколько человек лет болел 38 лет это же много мы еще столько не прожили представляете человек бедный вот болел и не мог вылечиться да но причина была причина болезни была греха и Христос прямо об этом говорит в конце да то есть он лежал лежал а там чудесная такая купальня была в чем ее чудеса то что воскресенье что то что воскресенье когда туда окунались что они исцеляли люди которые окунались да они исцелялись да правильно ангел господин сходил временами в купальню да возмущал воду да кто первый сходил тот тот и победил кто первый зашел тот и спас вот то есть да было чудо такое да а расслабленный он как бы не мог доползти добежать первым поэтому ну ему не везло беднями да вот и Христос когда подходит ему говорит ему хочешь быть здоровым конечно хочешь правильно да нет не хочу я еще лет 50 здесь полежал конечно же нет вот и Господь его исцеляет он говорит встань возьми постель свою ходи и тут сразу встал конечно исцелился потому что Господь он на то и Бог вот что может такие чудеса творит да вот но потом когда он его встречает в храме он ему говорит Христос очень важные слова какие кто там говорит громче правильно он говорит больше не грешишь чтоб с тобой чего хуже не приключилось то есть причина его болезни была в том что он что-то не так делал да жил ради своих удовольствий возможно да мы не знаем какая именно была ошибка его промах да но вот причина понимаете все хотят быть здоровым да так вы знаете что делать берегите свою душу вот да ну конечно есть такой момент что человек не может не бережить у нас привычки внутри такое да что мы постоянно спотыкаемся падает да и без этого не можем но господь нам дает средства которые помогают нам восстановить чистоту своей души как вы моете руку руки регулярно они у вас чистые если не мыть будут грязные точно так же и душу нужно иногда мыть как можно ее помнить исправить исправить правильно ты показала да покаяние и мылом и шампунем так вот знаешь дорогая моя лучше мыло и шампунем для души это наше покаяние мы господу исповедуем свой грех говорю господи мы согрешили мы вот это сделали не так и это ты прости нас пожалуйста помоги исправиться господи вот и мы стараемся и бережем бережем свою душу и она не болеет и тело наше здорово бывает поэтому давайте беречь свою душу беречь ее чистоту да Богу нашему слава во веки веков аминь